Одна из главных задач, стоящих перед органами опеки, создать условия для того, чтобы как можно меньше детей находились в приютах и детских домах. Необходимо всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроить в замещающие семьи. Это государственная политика. Сначала участники собрания поработали в тематических секциях. Представители управления опеки учитывали то, какие проблемы могут в ближайшее время возникнуть у той или иной замещающей семьи. В соответствии с этим родители могли прослушать короткие семинары по адаптации и социализации детей, защите их жилищных прав и своей ответственности за действия подопечных. Затем состоялось уже общее собрание. Результатом национальной стратегии действия в отношении детей в Московской области стало сокращение детей, оставшихся без попечения родителей в региональном банке данных. Вы знаете, что это те дети, которые проживают в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вот за 8 месяцев 2015 года количество этих детей сократилось более чем на 17%. Что касается нашего Одинцовского района, то на начало года в детских домах у нас проживало 15 детей. Сейчас в детском доме проживает 8 детей, оставшихся без попечения родителей. Думайте, всего 8 человек. То, что число воспитанников детских домов в районе за неполный год сократилось почти вдвое, говорит о правильно выбранном направлении работы. Снижение произошло, несмотря на то, что в зону ответственности Одинцовского управления опеки добавили Власиху и Краснознаменск. Не всегда привыкание ребенка к замещающей семье проходит гладко. И сами такие семьи не всегда бывают полностью благополучными. Но, судя по цифрам, проблемы – это скорее исключение из правил. На сегодняшний день состоит на контроле опекунов, привлеченных к ответственности по статье 5.35 часть 1, 6 человек, опекаемых несовершеннолетних 14 человек, из них, из детей, да, из несовершеннолетних. За употребление алкогольных напитков 6 человек, за употребление наркотических средств 1 человек, за курение 3 человека, за мелкое хищение, то есть кражи из магазинов, из торговых точек 2 человека и переход железнодорожных путей в неустановленном месте 2 человека. Участие в собрании вместе с представителями администрации и управления опеки приняли сотрудники правоохранительных органов и МЧС, которые провели консультативную работу с опекунами, попечителями и приемными родителями. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.